Ударила в супермаркете, дал подзатыльник в кафе. Можно ли оправдать такую реакцию взрослых на порой не самое прилежное поведение подростков? Или на ким о философском конфликте отцов и детей или банально несдержанном поведении? Немалая часть посетителей больших торговых центров – дети и подростки. Казалось бы, что здесь может быть опасного. Но в Мурманске за последнее время зафиксировали уже два случая нападения на школьников. Так, в магазине на улице скальная неизвестная женщина с кулаками напала на 10-летнего мальчика. Обстоятельства дела, как и причины такого агрессивного поведения, еще предстоит выяснить. Но родители парня уже написали заявление в полицию. Самое страшное, что меня до сих пор берет за живое и вызывает такие эмоции, надсадное чувство обиды. Ребенок просил помочь ему в магазине. Он просил, защитите меня, пожалуйста, вызовите полицию. Никто из сотрудников магазина ребенку не помог. В результате абсолютно пожилой человек сказал, что вы делаете, абсолютно посторонний. Посоветовал ребенку позвонить родителям. Ребенок опять же от страха, от шока не мог найти ни одного телефона, ни мамы, ни папы, никого в своем телефоне. То есть это шоковое состояние. Второй громкий инцидент случился в одном из заведений фастфуда. Мужчина не смог удержать свои эмоции и нанес 15-летнему подростку удар по голове. Животные! Что вы делаете? Что вы делаете? Ты посмотри, как они себя ведут, а? Гражданина ударившего подростка вычислили пользователи соцсетей. По мнению интернет-сообщества, экспрессивно вел себя Николай Иванченко, директор мурманской ленты. Сотрудник, пожелавший остаться анонимом, рассказал, что для руководителя такое поведение в порядке вещей. В ленте происшествия комментировать отказались. А вот пострадавший парень рассказал, как все происходило с его точки зрения. По его словам, они сидели с друзьями и у Тимофея выпал телефон на пол. Молодой человек не сдержался и выразился нецензурно. Сразу же в эту секунду, метрах в пяти от меня, то есть там перегородка, из-за этой перегородки встает, выходит мужчина и начинает на нас просто орать. Очень страшно, мы испугались. И ты говоришь, что ты извинился? Да, я сказал, ну мы больше так не будем. Просто мы его сначала выслушали, где-то минуты две, наверное, минуту он так говорил. Я сказал, мы больше так не будем. И мне кажется, ну он это сам сказал, что его взбесило то, как мы смотрим на него. То есть он подошел ко мне, дал мне по голове, потом он пошел дальше, в сторону туалета туда. И там он с какой-то бабушкой тоже конфликт начал, который я сказала, что она полицию вызовет. Но этого мужчину пыталась остановить его жена в красном. Но, естественно, у него ничего не получилось. Во втором случае подростку повезло, за него вступились другие посетители. Надеемся, что оба происшествия не останутся незамеченными. И соответствующие инстанции примут меры в отношении виновных.